Три пятерки, вот этот Субарр пошел к вам. Смотрите. Эх, точно. Луны за руку! Снимай всем подразделениям. Огонь 7, Ягомель. Передайте информацию. Ударила ребенка по голове. В суд передано уголовное дело воспитателе Северодвинской школы-интернат на Яграх. По версии следствия, она нанесла подопечному один удар рукой по голове. Так хотела наказать за непослушание. 12-летний мальчик испытал сильную физическую боль. Против 45-летней преподавательницы возбудили уголовное дело по статье «Побои». Законным представителем ребенка выступил педагог-психолог данного учреждения. Он согласился на предложение обвиняемой прекратить уголовное дело за примирением сторон. Прокуратурой было внесено в адрес директора данной Северодвинской школы-интернат представление об устранении нарушений прав и законных интересов малолетнего потерпевшего. После чего директор сам выступил в качестве законного представителя по данному уголовному делу. Не согласился на прекращение уголовного дела за примирением сторон. Уголовное дело направлено в суд. Женщине грозит до трех месяцев лишения свободы. Трудовой контракт с данным воспитателем расторгнут. Похитили спортивную обувь. В отдел полиции Северодвинска поступило сообщение о хищении вещей из магазина на Ленина-16. Из отдела спортивной одежды неизвестные похитили кроссовки стоимостью 999 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 20-летний северодвинец. В результате действия молодых людей, которые совершили хищение, будут квалифицироваться как грабеж. То есть совершена не кража, а именно грабеж, то есть более тяжкое преступление. Переквалификация в данном случае произошла из-за того, что продавец видела, как совершается хищение. И пыталась остановить молодого человека, который похитил кроссовки. Ведется проверка. В отношении молодого человека выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемого в краже телефона и золота поймали. Напомним, ценные изделия и мобильный телефон украли у 30-летней северодвинки. Стоимость похищенного пострадавшая ценила в 32,5 тысячи рублей. Полицейским женщина пояснила, имущество лишилось после посиделок с малознакомыми мужчинами у себя дома. Сотрудниками уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен житель города Северодвинска 1994 года рождения, который в ночь с 21-22 марта в ходе совместного распития спиртных напитков похитил у женщины, проживающей по адресу Ломоносова, 61, золотые изделия и мобильный телефон. В настоящее время подозреваемый дал признательные показания. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Субтитры создавал DimaTorzok